всем привет с вами давим без границ сегодня очередной обзор снаряжения после нового года мы получили крылышко от теклайн называется донат 13 комплект ультра light travel ну вот и мы уже вы испытали поплавали с ним и хотим о нем рассказать и так что собственно входит в комплект для начала собственно само крыло это вот мы выбрали такого синенького цвета очень симпатичная под водой тоже очень хорошо смотрится входит соответственно к нему подвеска на стропа средней мягкости входит алюминиевая спинка значит два баллонных ремня 23 кармана на баллонные ремни адаптер под баллон мягкий опять же адаптер и два кармана грузовых на пояс входит также шланг поддува вот и еще в комплекте есть отличный мешок который сейчас я тоже вам покажу все это снаряжение приходит вот в таком замечательном мешке который сделан из очень плотной кордуры имеет дырки для слива воды стропу для переноски такая лямка принципе сюда входит не только крыло сюда можно также засунуть например боты шлем перчатки всякую мелочь то есть такая вполне себе удобная сумка для переноски так пройдемся пока по всем компонентам отдельно первое соответственно само крыло модель бублик внешняя оболочка сделана из кордуры прочный швы очень ровные хорошие внутренняя оболочка из полиуретана и вот здесь вот но я потом попозже покажу есть молния чтобы достать внутреннюю камеру то есть ремонтопригодное легко можно все починить клапан сброса один находится внизу с левой стороны если вы надеваете то есть нащупать очень просто опускаете находите нижний левый угол и у вас там клапан для любителей дир можно удалить вот эту бабушечку просто завязав узелок так что еще по крылу инфлятор на крыле у нас пульт инфлятора к-образной сейчас устанавливает практически все производители нормальный такой инфлятор очень легко обслуживается принципе м комплект можно купить в любом дайверском магазине заказать у нас дальше стропа стропа средней мягкости с логотипом так лайна на ощупь такая приятная посмотрим как носится думаю что ну в принципе эта стропа прослужит очень очень много лет ну а если она когда-либо перетрется по поменять ее очень легко собственно не стоит даже об этом думать дальше брасовый ремень брасовый ремень у нас еще более мягкий капрон или знаю нейлон из чего он сделан у него есть вшитое д-кольцо с пряжкой и подвижное д-кольцо с пряжкой что еще входит то есть в подвеску у нас так на подвеске у нас соответственно есть три д-кольца с пряжками четвертое д-кольцо мы устанавливаем сами она в комплект не идет вот но зато у нас есть на грузовых карманах поясных на одном из карманов есть это д-кольцо он устанавливается вот так вот на карманы я потом покажу по более подробно соответственно это до кольцо вот с этой стороны мы можем перенести сюда и в принципе комплект полный вам не придется дополнять мы не ставили эти карманы потому что место для этих карманов при худеньком худенькой комплекции дайвера просто недостаточно из особенностей многие владельцы крыльев знают как не просто его собирать на баллон как это делаю как это неудобно не за что просто держать приходится держать либо за подвеску либо непосредственно сам за сам бублик здесь вшита ручка очень удобно за нее поднимать и надевать крыло также здесь вшита петля для трассировки шланга инфлятора и шланга поддува инфлятора что тоже очень удобно сам инфлятор он соединяется с крылом через такую резиновую проставку с фирменным логотипом и тоже также клапан сброса обрамлен такой декоративная накладка резиновая да в принципе их можно было убрать сэкономить лишние 40 грамм на комплекте до вес всего комплекта вместе с карманами с ремнями с адаптером 3,2 килограмма так следующий компонент у нас алюминиевая спинка но это полноформатная спинка без вырезов тут логотип выфрезерован то есть красиво смотрится все отверстия все пазы именно имеют такую фасочку аккуратную то есть сделано очень очень аккуратно видно что следят за качеством производства никаких задиров никаких заусенец нет очень очень приличного качества крылышко спиночка что у нас еще ремни баллонные ремни баллонные с остальными пряжками средней жесткости с липучками в принципе к ремням никаких вопросов пока нет посмотрим как прослужат сколько проработают ли пучки следующее это карманы trim карманы отличные карманы мы ими пользуемся уже очень давно и на других подвесках здесь они очень радуют то что они идут в комплекте карман такой вмещает до 3 килограммов грузов очень удобно мы вот их поставили на верхний ремень так как нам сейчас удобно именно так дальше карманы на пояс как я сказал они крепятся у нас вот таким вот образом здесь они пропускаются сквозь стропу и стропа же продевается внутрь кармана внутри вкладыш в принципе их можно назвать быстросъемными быстро сбрасываемые ну сами они точно не выпадут и зацепив поэтому условно быстро сбрасываемые карманы карман достаточно большой вмещает 4 килограмма грузов вот у нас их два на одном установлено д кольцо как я уже тоже сказал потому что когда мы установим карман с этой стороны нам придется убрать вот это д кольцо д кольца но если кто не знает нужны для крепления стейджей в данном случае ну и осталась наверно одна из таких самых хитрых деталей этого комплекта это мягкий адаптер раньше я никогда их не применял вот а так как комплект планироваться для путешествий то мы заказали с мягким адаптером то есть это вот такая вот небольшая площадочка в которой вшиты наверно две пластиковые трубки и крепится на на липучке поначалу доставила проблем никак не могли понять как ее адекватно соединить чтобы все это было гармонично смотрелось и удобно было но потом включили голову и это помогло на самом деле все оказалось очень просто то есть элементарно соединяется для того чтобы собрать этот комплект не нужен вообще никакой инструмент нужны только две прямые руки больше вам ничего не понадобится чтобы его собрать что расстроило немного расстроили пряжки баллонных ремней профиль у них такой что когда пряжка закрывается то они не плотно прилегают вот здесь вот к баллону то есть получается такой зазорчик с одной стороны принципе не критично с другой стороны но немножко торчит и это раздражает очень хочется зажать тиски и вот этот вот язычок немножко подогнуть чтобы была пряжка имела более такой обтекаемый профиль ну в основном в принципе все все очень хорошо в эксплуатации проверили работает отлично никаких неудобств нет надевать проблем тоже не доставляет как и снимать ну а так в целом что хотелось бы сказать что принципе крыло радует производитель делать достаточно широкую гамму расцветок весь комплект обошелся в 40 тысяч рублей до или там 500 примерно 540 евро что на данный момент на очень очень приятная цена за полностью комплект подвеска крыло карманы грузовая система баллонные ремни купить можно хоть на официальном сайте так лайна для кого доступна доставка но к сожалению оплачивать придется в польшу либо заказать у нас у нас есть доставка как заказать можете посмотреть у нас на сайте есть раздел по продаже снаряжения ну и под конец немного анонсов мы планируем на май организовать сафари по южному маршруту египта ориентировочно это место будет стоить на сафари в районе 800 евро кому интересно пишите в комментариях в личку присоединяйтесь сафари будет на корабле альфа рук 2 это сразу предвещая ваши вопросы на каком корабле мы с ним мы планируем сходить но и теперь немного комментариев от пользователя сразу хочу сказать что в принципе я не особо фанатка крыла в рекреации потому что ну чисто мне по роста весовым показателям это не особо критично то есть меня в трим укладывает и так единственный плюс для себя который я могу отметить это вес ну что в целом это будет конструкция чуть чуть легче чем обычный беседе жилет вот ну первый плюс для себя который можно отметить этот свет второй плюс наверное это очень удобный мягкий адаптер мы сначала сомневались будет ли это удобно и будет ли хорошо держаться попробовали все отлично вот на видео сейчас тут видно значит третий плюс очень удобная ручка еще один плюс мне очень понравились вот эти вот грузовые карманы которые на баллонной рифме не крепятся и что еще из плюсов могу отметить очень удобные вот эти вот перемычки для трассировки шланга поддува что вот это и вот здесь вот в комплекте еще идет вот такая вот резиночка причем чаще мы ее до этого колхозе ли сами а здесь она есть очень удобно дальше есть еще вот такие вот резиночки для шланга и тут как есть плюс так и минус то есть когда вы постоянно туда-сюда его перестегиваете и засовывать может быть не очень удобно так в целом неплохо хотелось бы еще отдельно добавить про карманы то есть здесь есть возможность поставить трим карманы вот в этой вот части на спине и сюда можно положить там 68 даже больше по моему килограмм то есть у меня лично это не очень удобно и не но очень нужно но тем не менее такая возможность есть теперь о минусах возможно это субъективно но мне показалось в этой конструкции что баллонные ремни крепятся достаточно низко если их крепить через за мягкий адаптер мы пробовали переставить и использовать жесткий адаптер и крепить все это болтами но тогда получается что конструкция утяжеляется и еще один минус ну володя уже о нем упоминал это не очень удобные пряжки крепления на баллонные ремни еще одна особенность володя и вам ее обещал показать это вот это вот молния для того чтобы можно было достать внутреннюю камеру и при необходимости ее отремонтировать вот и еще из плюсов можно ответить отметить гарантию пять лет сейчас редко какой производитель даст гарантию больше чем один год ну и в целом могу подытожить что для путешествий это комплект очень хороший тем более за такую цену ну а на этом все я хочу с вами попрощаться подписывайтесь на канал комментируйте нам очень важно ваше мнение мы стараемся следовать вашим запросам вот кстати обзор этого крыла мы делали по просьбам наших подписчиков скоро у нас выйдут обзоры на новые ласты на сухой костюм может быть мы сделаем обзор на регуляторы от теклайн тоже мы получили новые комплекты но не буду рассказывать все наши планы вот следите за нами на нашем канале до встречи